Тысячи любителей приключений собрались в парке Сокольники для того, чтобы отметить Всемирный день туризма. Концертная и игровая программа «Сдача норм ГТО». Игра «Квест. Большое приключение» ждали ребят, готовых проявить ум, силу и ловкость. После церемонии открытия известные арктические путешественники Дмитрий и Матвейш Паро дали старт квесту. Участники объединились в команды и отправились на поиски контрольных пунктов. Чтобы не заблудились, им выдали карты. Бежать было трудно, но я очень хотела оказаться на финише. В парке Сокольники были устроены специальные площадки, где ребята могли получить необходимые в туристическом походе навыки. До прошлого года я день туризма вообще никак не отмечал. А в прошлом году мы подумали, что надо для Москвы сделать хороший праздник. И начали его отмечать таким образом. Благодаря туризму, благодаря путешествиям дети учатся принимать решения. На каких-то таких примерах, которые они могут почувствовать, они понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Увлечение детей туристическими походами нравится и родителям. Я очень переживала, что у меня ребенок будет мокрый, простудится, заболеет. Но на второй день она мне позвонила и сказала, мама, не звони, здесь все супер. И самое главное, ребенок стал совершенно самостоятельным. Научился готовить и отвечать за свои поступки. Полчаса на интерактивной площадке и участники праздника готовы к походу. Впрочем, так же, как к труду и обороне. Для чего вы сдаете ГТО? В здоровом теле здоровый дух. Какие упражнения для вас были самыми сложными? Бег. Почему? Тут трудно скорость развить, еще скользящая дорога. После прохождения всех этапов участников ждали сертификаты и подарки. А на память можно было сделать фото и аппликацию. Вот там есть большая доска и там написано, что такое поход. И там написано, поход это костер, поход это друзья, поход это отдых, поход это спорт. И это все правильно, но сейчас подойдите и напишите там большими буквами. Поход это победа. Путешествия учат больше, чем что бы то ни было, говорил известный французский писатель Анатоль Франц. Среди участников мы не встретили тех, кто усомнился бы в правоте этих слов. Кристина Спиридонова, Ольга Щербакова, Игорь Щербич. Детский телецентр для канала Московский образовательный. Детский телецентр для канала Московской области.